всем привет дорогие друзья вы на канале эти доктор ранее мы уже изучали как создавать формы на html а в предыдущем видео уроке я показывал вам псевдоклассы для работы с формами в css и теперь мы можем применить все эти наши знания на практике вновь создавая какую-то форму и придать ей красивое оформление с помощью css также сделать небольшое также сделать хотя бы простенькую интерактивность чтобы пользователь как-то взаимодействовал и эта форма была немного динамичной меняя свой внешний вид при каких-то действиях в этом видео я покажу вам как создать вот такую вот форму в дальнейшем эта форма регистрации будет приводиться в рабочее состояние с помощью скриптов а пока что вы увидите просто такую форму здесь есть вот небольшая интерактивность также кнопка у нас интерактивная и все у нас здесь прекрасно работает и очень красиво отображается давайте приступим к видео уроку и так слева я открыл браузер справа у нас редактор создаем базовый шаблон с помощью восклицательный знак плюс таб за счет плагина эмит у нас таким образом быстро появляется начальная структура напишем заголовок красивая форма номер два первую мы уже создавали ранее давайте теперь подключим наш файл стили ставил css теперь в теги body создадим тег форм обратите внимание что у нас в браузере сразу же появляются все наши изменения в данном видео я использую live preview она работает только в браузере google chrome теперь создаем заголовок h1 напишем здесь регистрация и укажем атрибут title в котором будет написано форма регистрации на сайте это у нас всплывающая подсказка далее давайте создадим див с классом групп и умножим на 5 нажимаем tab у нас появляется 5 дивов с классом групп это у нас будет группы элементов начнем заполнять первый создадим лейбл и один input с типом текст это у нас будет текстовое поле в заголовке напишем имя пользователя теперь давайте скопируем и вставим в следующие 4 группы такие же поля и нам останется немного их изменить сделаем поле пароль а а следующее поле пароль еще раз то есть необходимо будет пароль повторить дальше мы будем в следующих видео уроках через скрипты сравнивать соответствие этих паролей и создавать пользователя в базе данных а пока что просто займемся формой следующее поле у нас адрес электронной почты давайте сразу изменим тип на email в поле паспорт поставим тип пароль и последняя у нас группа здесь будет на самом деле всего лишь один элемент это баттон наша кнопка давайте создадим баттон по центру и напишем текст регистрация мы видим вот такую вот форму это начальная форма пока что без каких-либо стилей в html файле все довольно просто теперь приступим к css для тега body напишем стили такие как font family это у нас шрифт который будет использоваться на всем документе можете конечно же использовать любой также можно подключать через google font шрифты ранее мы рассматривали как это сделать далее указываем фон я выбрал такой оранжевый цвет margin 0 то есть чтобы у нас не было отступов по краям и поставим фоновое изображение которое я подготовил в папке с проектом папку с проектом вы сможете скачать из описания под видео далее для h1 устанавливаем курсор ставим его тип help теперь если вы наведете на слово регистрация у нас будет появляться такой вопросительный знак и пояснительная подсказка которую мы указали в title текст transform uppercase то есть заглавными буквами padding bottom это отступ снизу у нас 5 пикселей и нижняя граница у нас шириной 3 пикселя такого вот фиолетового цвета обычная прямая далее для формы указываем также margin 0 и auto для того чтобы она у нас стала по центру а сверху и снизу у нее будет отступ 0 фон укажем ей rgba с небольшой прозрачностью цвет из палитры цветов айти доктор вы же можете указывать любой цвет ширину сделаем 450 пикселей высоту 500 пикселей пэддинг сделаем 20 то есть отступы и давайте добавим сразу бокс шэдоу то есть тень сделаем ее с такими вот параметрами вы видите у нас появляется легкая тень такого вот светло черного стиля то есть можно сказать это серый цвет и выглядит уже довольно неплохо дальше для нашего класса групп мы сделаем margin 10 пикселей и padding 5 лейбл будем оформлять следующим образом укажем padding left 10 пикселей и сделаем заглавными буквами текст далее у нас идет оформление наших инпутов margin top 10 то есть отступ сверху высоту поставим для инпутов в 40 пикселей вы видите они стали у нас уже повыше и ширину сделаем им 400 пикселей теперь наша форма уже приобрела довольно неплохой внешний вид border radius давайте укажем 20 на 20 пикселей через слэш таким вот образом вы видите у нас появляется довольно плавное скругление можно конечно же достичь и других эффектов в зависимости от того как требуется границу поставим non чтобы у нас не было рамки у этих инпутов так как сейчас это не очень современно использовать такой дизайн мы будем использовать без рамок добавим просто небольшую тень и тем самым у нас получится такой трехмерный эффект для наших полей ввода тень мы будем везде использовать одинаковую просто копируем ранее созданную и вставляем там где необходимо инпут двоеточие фокус мы указываем рамку двоеточие фокус это у нас псевдокласс мы уже ранее рассматривали некоторые псевдоклассы данный класс позволяет нам изменять инпут в тот момент когда на нем стоит курсор ввода вы видите мы наводим на поле и появляется рамка которую мы указали то есть в два пикселя фиолетового цвета трансформ здесь мы можем делать анимацию translate x 15 пикселей это для того чтобы наше поле сдвигалось вправо на 15 пикселей и конечно же нам теперь нужно ширину уменьшить на 15 пикселей если вы помните изначально она была 400 для того чтобы у нас поле input не выходило за правый край давайте для стиля button укажем курсор pointer вы видите теперь при наведении появляется такой курсор как при ссылке а padding укажем 10 пикселей сверху и слева 30 пикселей по бокам и высоту сделаем в 55 пикселей поставим белый цвет и фон сделаем фиолетовый такой как мы использовали ранее границу убираем у нашей кнопки и делаем текст за главными буквами также увеличим шрифт и вставим нашу тень которую мы использовали ранее давайте напишем button hover при наведении наша кнопка будет вести себя таким образом opacity то есть это у нас прозрачность мы указываем точка 80 то есть 80 процентов от изначальной вы видите как у нас немного меняется цвет при наведении и ставим также font weight болт то есть жирным шрифтом transform scale у нас для анимации то есть мы меняем немного размер нашей кнопки и цвет ее меняется также вы видите как у нас меняются поля input немного вот уменьшаются у них появляется такая фиолетовая рамка именно в тот момент когда мы вводим там какое-то поле пароль у нас скрыт от пользователя здесь также мы можем вводить какие-то данные и уже дальше с помощью кнопки мы можем отправлять данные из формы в скрипт спасибо за внимание обязательно подписывайтесь на канал здесь будет много интересных видео ставьте лайки пишите комментарии и до новых встреч до новых встреч